Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сегодня 19 октября 2013 года. Город Барнаул. Считает Владимир Пащенко. Откровение Иоанна Богослова. С толкованием по святым отцам. Откровение, 5 глава, 9-10 стих. И поют новую песнь, говоря, Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати. Ибо Ты был заклан, и крови Своей искупил нас Богу Из всякого колена и языка, и народа, и племени, И садил у нас царями и священниками Богу нашему, И мы будем царствовать на земле. Толкование. Человек пришел к Богу. В его устах смолкают дикие и непотребные напивы. Он научается песне новой. О ней говорит псалмопевец. Пойте Господу песню новую. Хвала ему в собрании святых. Псалом 149, 1 стих. Новый гимн звучит в возрожденном сердце. Но с какой новой силой он звучит там, У престола Всевышнего? О дальних странах, ратных подвигах, О потерянной любви поют певцы в долине земной. О чем же поете вы, святые, у престола на небе? Какая новая песнь родилась в вашем сердце? Не научите ли вы и нас воспевать эту песнь новую? Так выслушайте же, о чем поют небеса. Достоин ты взять книгу и снять с нее печати? Не было достойного ни на небе, ни на земле, ни под землею. Но вот небо и земля поют ангцу Христу. Аксиус. Достоин. Достоин. Достоин вникнуть в тайны Божии и вскрыть их. Достоин совершить домостроительство спасения. И сейчас церковь, подходя к посвящению служителей, Таин Божий поет Аксиус. Но это достоинство земных обретается только достоинством небесного ангца, которому небесные поют. Ты был заклан, и крови своей искупил нас Богу и всякого колена, и языка, и народа, и племени. Вот она песнь новая. Отверженного земными воспевает небо. Воплощенный Бог приносит себя в жертву миру. Это важнейшее из всех событий Несмолкаемо и боголепно воспевает земная церковь. Но нужна еще новая песнь Церкви Небесной, чтобы воздать достойную славу Искупителю. Кровь Иисуса Христа. Божественная ангца. Вот та дорогая цена, в которой мы искуплены Богу. В которой мы искуплены Богу. 1 Коринфянам 6 глава 20 стих. Искупление Христова простирается на все народы. Нет веры русской или немецкой. Есть вера Христова во всех народах. Есть кровь ангца Христа. Омывшая иудея, елена, немца, русского, китайца, человека белого и черного, красного и желтого. Из всех народов собирает Христос свою церковь. Здесь надо указать на неверное понимание указывающих на это и подобные места Нового Завета и говорящих, что Христос соберет свою церковь из верующих всех исповеданий. Этого нигде в Библии не написано. Не из всех вер, а из всех народов соберет Христос своих. О всех же народах сказано. Один Господь, одна вера, одно крещение. Эфистианам 4 глава 5 стих. И летики же даже один народ раскалывают на множество вер. Церковь все народы собирают в одну веру. Веру апостольскую, хранимую поныне. И дальше поет Церковь Христу. Ты искупил нас. Об этом Духовном Царстве и Священстве христианам уже было сказано. Смотрите 1 глава 6 стих Откровения. Так поет ликующая при виде ангца Церковь. Из слов этой песни мы ясно видим, что четверо животных и 24 старцев это и есть Церковь. Откровение 5 глава 11-12 стих. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев. И число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом. Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Толкование. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев. Святой Иоанн видит, как картина все более дополняется. В центре престол. На нем сидящий и ангнец. Святой Пресвятая Троица. На нем сидящий и ангнец. Семь светильников горят перед престолом. Отец, Сын и Дух Святой. Пресвятая Троица. Сливаясь с престолом, вокруг него четверо животных. Существо церкви и высшие ангелы. Далее вокруг престола 24 старца. Церковь. Следующий круг. Ангелы. Которых теперь видит апостол. Великое множество ангелов окружало престол. Животных и старцев. И число их было тьмы тем и тысячи тысяч. Тьма это 10 тысяч. Тьма тем это 100 миллионов. Скорее же под этим числом надо разуметь весьма огромное количество. Этим же числом означает и пророк Даниил ангелов, стоящих перед престолом Божиим. Даниил 7 глава 10 стих. Которые, то есть эти сонмища ангелов говорили. Видим, что в эту новую песть включаются теперь и небесные воинства, духов бесплотных. Достоин ангнец закланный. Именно через заклание. Через голгоф и крест. Становится ангнец достойным принять силу над имевшим державу смерти. Ибо связал сильного сатану. Матфея 12 глава 29 стих. Теперь Христос принимает силу над сатаной, бесами, адом и всем миром. А что, разве раньше он такой силы не имел, как Сын Божий имел всегда? Но для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3 глава 8 стих. И уже как Сыну Человеческому через крест дается Ему всякая власть на небе и на земле. Матфея 28 глава 18 стих. И богатство ради нас Христос был как отпрыск и как росток из сухой земли. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Исайя 53 глава 2 стих. Ради нас Он обменищал и уничтожил Себя Самого, приняв образ раба. Филиппийцам 2.7. Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Луки 9 глава 58 стих. Голгофский же крест удоставит его неизреченных и великих богатств. Все сокровища неба и земли принадлежат теперь Ему. Господь говорил, что раб не больше своего господина. А сколь часто мы, христиане, прилепляемся к богатству земному и служим мамуне. Не говорил ли Христос все оставлять ради Него? И тогда старицею будет воздано. Тот будет достоин там принять, тот будет достоин там принять богатства, кто оставляет их здесь. Вспомним жития святых, сколько многие из них все оставляли ради Христа. Все они стяжали себе великие богатства на небе. А какое нищенское состояние на небе зарабатываем мы себе своим многостяжательством и обольщением земным. Поэтому не надо говорить, что слова Христа об оставлении всего только для подвижников. Первые христиане показали, что исполнять эти слова должны все. Деяние 4.32 Не стоит делать себе вход в Царство Небесное узким и малым, как отверстие игольного ушка. Матфея 19 глава 24 стих. Многие говорят, если не будем работать в воскресенье, дети по миру пойдут. И невдомеким, что по миру греха идут их дети от того, что они работают в воскресенье, а не молятся. Если воскресная работа неблагословенна, то наработанное воскресенье сгниет, сгниет в понедельник. Кто с Богом живет, того и Бог никогда не оставит. И премудрость. Это, разумеет, надо не по Божественному, а по человеческому естеству Христову. Некогда, как младенец, он возрастал, исполняясь премудрости. Луки 2 глава 40 стих. Учителя иудейские дивились разуму и ответам. Луки 2 глава 47 стих. Двенадцатилетнего отрока. Теперь же небо и земля и все лики ангельские изумляют Ангцу, берущему из Десницы Всевышнего таинственную книгу и достойному перенять всякую премудрость. Ибо по плоти Христос удостаивается всевидение. И крепость, и нарекут имя Ему Бог крепкий. Говорит пророк Исаев. 9 глава 6 стих. И неумолчано взывает церковь, Святый Божий, Святый Крепкий. В нем всякая крепость, и никто не может его сокрушить. Он даже рабам своим говорит, что даст им власть над язычниками, и будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться. Откровение 2 глава 26-28 стих. Так получает крепость муж скорбей и изведавшей болезни, который взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Исаия 53-34. Поэтому не унывайте, братья, в немощах, ибо и крепость великую подает Господь, и честь. Он был презрен и умолен перед людьми. Исаия 53-3. А теперь принимает честь от ангелов, будучи произнесен превыше небес. И славу. Славу воздают ему небеса. Кто ты, убогий человек, заживо начинающий гнить, когда обесславишь Христа? Того, кому тьма ангелов воздает славу. Небеса исполнен ангельских славословим Христу. И благословение. Как может Христос принять благословение и от кого? Он его ни от кого не принимает. Без всякого же прикословия меньше и благословляется больше. Ивреям 7-й глава 7-й стих. А Он Всевышний, как Сын Человеческий. Он принимает благословение от Отца. И еще более. Он Сам себя унижает, называя себя меньшим в отношении к Иоанну Крестителю. Матфея 11-й глава 11-й стих. И принимает от Него крещение. Но вот Он превознесен одесной Отца. И приемлет благословение. В каком смысле? Вот богатый дает милостыню нищему. Чем может воздать нищий богатому? Ничем. Но сердце нищего благословляет милостивого. Так благодарно благословляет тварь Творца. Так благословляет душа своего Господа. Сила, богатство, премудрость, крепость, честь, слава и благословение. Вот семь жемчужин, которые Христос нас ради честь и свое заклание оставил. А теперь, как Сын Человеческий, принимает при ангельском пении. Откровение 5 глава 13 стих. И всякое создание, находящееся на небе и на земле и под землею, и на море, и все, что в них, слышал, я говорила, сидящему на престоле и ангцу благословения и честь и слава и держава во веки веков. Толкование. Откровение 5 глава 14 стих. И четыре животных говорили «Аминь». И двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Толкование. Этому славословие все твари, высшие ангелы и сам характер, существо церкви в лице евангелистов говорят «Аминь». Истина, да будет так. И двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Так видим мы, что и ангелы, и люди искупленные, и небо, и земля, и что под землей все вместе собираются в единое стадо, имеющего в одном пастыре Христа, совокупившего разделенное, собравшего рассеянное, разрушившего всякие разделяющие преграды. Все вместе образует единый собор вокруг Бога. Глава шестая. Здесь описывается вскрытие ангцем печатей, которыми запечатлена была книга в Деснице Всевышнего. Дальнейшее в Апокалипсисе до восемнадцатой главы можно рассматривать как три семерки, семь печатей, семь труб и семь чаш. Теперь рассмотрим вскрытие семи печатей. Через это картина неба, показанная Анну, картина А, соединяется с картиной Земли, картина В, которая еще совсем не показана. Но постепенно будет наполняться все новыми и новыми образами. Открываются печати небесной книги и показывается, что через это происходит на земле. Снятие первой печати означающее апостольское учение. Откровение шестая глава, первый стих. И я видел, что ангц снял первые семи печатей. И я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом. Иди и смотри. Толкование. Первые четыре печати схожи. Каждый раз, как будет вскрываться печать, одно из четырех животных будет громовым голосом призывать Иоанна. Подойти и посмотреть. Поскольку далее ясно будут перечислены второе, третье и четвертое животные, то ясно, что здесь одно из четырех животных первое, подобное льву. Этим назначена царственная власть апостолов над демонами. Вскрытие первой печати и показывает апостольскую проповедь. Иди и смотри, говорит святому Иоанну Лев. Иоанну Лев. Иоанн подходит. Откровение шестая глава, второй стих. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Толкование. Первые четыре печати, к рассмотрению, которые будут призывать четверо животных, показывают нам четырех всадников на конях разного цвета. Последние три печати будут своеобразны. Вот выходит конь белый. Этим назначена апостольская проповедь Евангелия. Конь белый указывает на светлость и нравственность совершенства апостолов, вышедших на проповедь Евангелия. Сирионской горы посылает их на это божественный учитель. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Евдеи, и Самарии, и даже до края земли. Деяние первого глава, восьмой стих. Как быстрый конь обходит апостолу за тридцать лет землю от Испании до Индии, от Эфиопии до Скифии. Всадник, имеющий лук, этим и означена, собственно, евангельская проповедь апостолов, которая, как стрела, поражала сердца людей и покоряла их единому живому Богу и Спасителю Господу Иисусу Христу. Кабылице моей, в колеснице фараоновой, я уподобился тебе, возлюбленная моя. Песня песней, первая глава, восьмой стих. Говорит Христос о своей церкви, а пророк, о вакуум, говорит о Господе. Ты вошел на коней твоих, на колесницы твои спасительные. Ты обнажил лук твой. Увидев тебя, вострепетали горы, ринулись в воды. Бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем, пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. Вакуум, третья глава, восьмого по одиннадцатый стих. О событиях при Иисусе на вине вспоминает пророк Вакуум. Но не указать ли это на Иисуса Назарея, взошедшего в лице своих апостолов на спасительную колесницу четвероевангелия, перед которыми, когда они обнажили лук в своей проповеди, вострепетали горы иудеев и ринулись в воду язычества. Бездна, в которую низвержен был через крест лукавый, не подала ли голос свой и не подняли ли высоко руки свои, сдающиеся перед апостолами бесы, которых те изгоняли именем Иисуса. Солнце и луна, все светило эллинской философии, не остановились ли они на месте своем, в Ареопаге, пред светом летающих стрел апостольских проповедей. Вспомню апостола Павла в Афинах. И да, он был ему венец. Увенчанный правдою и духовным царством в лик апостольский, вышел он, как победоносный, на победоносную империю римскую и покорил ее заклонному ангцу. Скормленные волчицею покоряются скормленным ангцем. Есть предание, что основатели Рима, Рому и Рим, были скормлены волчицею. Апостолы и христиане же скормлены плотью и кровью заклонного ангца. И чтобы победить, этим указывается и победная, добровольная, мученическая кончина апостолов. И то, что вышли они победоносной на проповедь, не для того, чтобы потерпеть поражение, а чтобы победить. Действительно, бездна высоко подняла руки свои. Абвакум 3 глава 10 стих. Другнула земля, рухнуло язычество. Погасли идольские капища, водрузился крест. Полчища демонов, низвергая свои знамена, крестоносная же знамя его надо мною. Песня песней, 2 глава 4 стих. Поет душа, пораженная стрелой апостольскую и победившая во Христе. Откровение, 6 глава, 3 стих. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри. Толкование. Здесь пойдет речь о войне, о той брани, которую поведут неверные против верующих, о священных жертвах мучеников. Поэтому и призывает Господь Иоанна посмотреть на это второе животное, тельца, животное жертвенное. Откровение, 6 глава, 4 стих. И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга. И дан ему большой меч. Толкование. Красный цвет обозначает ревность пострадавших за Христа. И есть знак кровопролития, которому належит быть. Христос сказал ученикам, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Матфея, 10 глава, 34 стих. Так учение Христа, как большой меч, взяло мир с земли, и началась невиданная страшная брань по всей земле. Происходит она и в каждом человеке. Дьявол с Богом борется, говорит Достоевский, а поле брани – сердца людей. Учение Христа разделило людей на верных ему и неверующих, отвергнувших благочестие. Потекла реками мученическая кровь христиан. И не отмечали гонители мученические умерли святые апостолы Яков, Варфоломей и Павел. И не мученические ли кончили жизнь остальные апостолы и великое множество первых христиан? А сколько много их было в последующие времена? Кто считал число христианских мучеников? А кто со счет тех, которым надлежит быть убитым великим мечом гонения антихристова? Тогда мирное житие для христиан будет отнято от всей земли. Указываться здесь и на войны, которым надлежит быть. Предупреждал Христос. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Матфея 24, глава 6 стих. Дано взять мир с земли. Указание на всемирные войны. Откровение 3, глава 10 стих. Не ведали этого апостолы, как это может осуществиться? Ибо не было такого до них, и быть не могло при тех средствах. Но божественный ангнец снял печать неведения и указал Яну Телец, стоящего престола, на все это. Дважды в нашем веке во всемирных войнах мир был взят со всей земли. И вот к концу Второй мировой войны выковывается уже и большой меч атомного оружия, быстро и без труда, могущий уничтожить весь мир. Мы не знаем, до какой еще величины вырастет этот меч, когда при Антихристе, при страшной битве Армагеддоном, совершится самая страшная резня народов. «Когда меч каждого человека будет против брата его» Иезекииле 38, глава 21 стих. «Когда трупы и покроют землю так, что дом Израиль в семь месяцев будет хранить их, чтобы очистить землю, и весь народ земли будет хранить их» Иезекииле 39, глава 12-13 стих. Откровение 6, глава 5 стих. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Толкование. Здесь говорит третье животное, видом как человек. Оно призывает Иоанна, указывая его на немощь человеческую по плоти, ибо предвещает голод, и по духу, ибо указывается на падение в вере, не твердо во Христа уверовавших. Откровение 6, глава 6 стих. «И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, и лея же и вина не повреждай». Толкование. Так возвещается это бедствие. Конь вороной, то есть черный, означает скорбь, ибо будет она велика. Как черный конь придет голод на вселенную. У всадника мера в руке, ибо не будет каждому хлеба по нужде его, а будет каждому отмерено, и отмерено весьма мало. Мы видим, что дороже всего становится хлеб, мера пшеницы за динарий, то есть будет хлебный голод. Так действительно, великий голод был в осажденном римлянами Иерусалиме, 70-й год. История повествует, что от голода матери съедали даже своих детей. Но еще больше голод принесет антихристов, конь черный, когда каждому будет отмерено. Обещают сегодняшние лжепророки, что каждому будет по потребностям, но придет великая скорбь, и по потребностям будут мерить, а поскудным мерить черного всадника. Интересно, что говорит голос Иоанну? И лей же, и вина не повреждай. Набросившись на вино, обезумеют совершенно. Обуздавши свою плоть в постах, и самому налегающему себе меру, легче тогда будет пережить скудную меру голодных времен. И еще одно значение имеет виденность здесь Иоанна. Показан плач отпавших от веры. Это година черная. Она, собственно, никогда не покидала землю. Вот тьма покрывает землю, и мрак народы. Исайя 60 глава 2 стих. Только временами эта тьма сгущается, а временами рассеиваться. Чашская и черная година охватят вселенную и при антихристе. Не принявшие его, не смогут ни покупать, ни продавать, и будет голод великий. И вот в такие-то времена многие неутвержденные в вере отпадут, то есть исстоящие твердо. Их и означает мера пшеницы за динарий, то есть тех, чья вера вполне оценена. Это та многоплодная пшеница, которая будет убрана в житнице Отца Небесного. Матфея 13 глава 30 стих. Но есть и очмень, и здесь уже три меры и чменя за динарий, то есть вера иных оказалась в три раза дешевле. Невысоко оценил ее всадник, имеющий меру в руке своей. Легка вера этих людей и отпадают они в искушение. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Даниила 5 глава 27 стих. Они подобны такому и чменю, который не имеет в себе корня и непостоянен. Когда она станет скорбь или гонение за слово, то отчество облазняется. Матфея 13 глава 21 стих. Но вот слышим мы милосердный голос от Небесного престола. Ибо посреди четырех животных не иное, что как престол. И лей же вина, не повреждай. Уходит маловерный из Иерусалима и Святой Церкви. Верек он в мирской суеты и довольствия. И попав к разбойникам, греха безбожия падает в вере. Не о них ли притча о милосердном саморянини? В Луке 10 глава с 30 по 35 стих. Но не оставляет его Господь, посылает милосердного саморянина, и тот исцеляет падшего Илеем утешения и винового влечения. Так милосердны должны быть и мы падшим в вере. Не отвращаться от них, не повреждать Илеем вина, но возливать их им на раны. В храмах на праздничных службах священник благословляет хлебы пшеничные, пшеницу, вино и илей. Благословляет их нам в снедь и в духовное исцеление и укрепление. Благословена пшеница, ибо это в вере устоявшие. Не здесь ячменя, ибо это падшие, но есть вино и илей исцеляющих падших. Откровение 6 глава 7 стих И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, иди и смотри. Толкование Высокий полет и стремительное падение на добычу четвертого животного, орла летящего, указывает на то, что язвы приходят свыше от Нева Божия. В наказание нечтивых и воздаяние справедливости. Как орел уносит добычу, так смерть уносит людей. Как орлы слетаются на труп, так четвертое животное, подобно рулу летящему, показывает Яну картину смерти. Откровение 6 глава 8 стих И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем садник, которого имя смерть. И я отследовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умершлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Толкование Картины войны и голода ради ранее показанной Яну, вторая и третья печати, сменяются картины смерти. Смерть – вот венец всего земного. Смерть бессмысленно, страшна, нежеланна. Четвертый конь бледный, образ смерти и мертвенности. И на этом коне – всадник, которого имя – смерть. От многого в жизни уходит человек, но не от этого всадника. Этот всадник настигает всех. Иным он долго дает уходить от себя, иных настигает стремительно. И уравнивает всех. Слава, ум, честь, богатство, простота, бесчестие, нищета – все сравнивается. Короны и ордена, бархат и лохмоти – все остается здесь. И лежит зловонный, недвижимый, бледный труп. Вид кладбища печален. Там, настигнутые всадником, которым имя – смерть. Когда-то эти люди жили, боролись, любили, ненавидели, грешили, к чему-то стремились. Теперь лишь тоскливо забывает ветер над гористыми холмиками. И ад следовал за ним. Скошены колоссия. И тут же собираются. Куда? Писание говорит об аде и рае, гиене и новом небе, новой земле и новом Мирсалиме, о семиминутном и вечности. В жизни мы часто говорим ад и рай, имея в виду потустороннюю вечную жизнь в мучениях или в блаженстве. Если же быть догматически точными, то надо различать состояние до страшного суда и после. До суда и кончины века есть ад и рай, как места пребывания душ усопших людей. Слово ад по-гречески означает подземное царство или царство умерших. По-еврейски оно звучит шеол. До спасительной жертвы Христа на кресте души всех умерших сходили в ад. Херувим с огненным обращающим мечом охранял ворота рая, и никто в них не мог войти. Но и праведного, и неправедного одна участь постигает их всех. Экклесиас 2 глава 14 стих О том была и великая печаль. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем. Экклесиас 9 глава 3 стих И не только смертью уравнивали все, но и после нее шли все в одно место. Потому и псаломопеист Давид говорил о себе, сойду ли в преисподнюю? Псалом 38, 8 стих. Об этом по смертному бытию в шеоле Аду говорит Экклесиас, как о днях темных, которых будет много. Откровение 11 глава 8 стих Праведный Иов говорит о своем отходе в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Иов 10 глава 21 стих Хотя состояние разных душ там в аду и было разным, так Исай описывает вхождение в ад царя Вавилонского. Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Все они, в скобках, умершие цари и вожди, будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю неизвержена гордость твоя со всем шумом твоим. Под тобой подстилается червь, и червью покров твой. Исай 14 глава 9 по 11 стих Но иначе видит свое восхождение в ад Давид. Сойду ли в преисподнюю, и там ты, Господи. Псалом 138, 8 стих Праведные там успокаивались. Вот мы видим Самуила, потревоженного через Эндорскую волшебницу Саулом. Сказал Самуил Саулу, для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел. 1 царств 28 глава 15 стих То есть по смерти он нашел упокоение. На разное состояние в аду указал и сам Спаситель, рассказывая о богаче и бедном Лазаре. Луки 16 глава 19 по 31 стих Но участь у всех была одна, пока не явился сокрушитель главы змеев, Христос, который не сходил в преисподние места земли, пленил плен. Эфесянам 4 глава 9 стих Победил ад. Христос был умершлен по плоти, но ожив духом, которого он и находящимся в темнице духом, сойдя проповедовал. 1 Петра 3 глава 19 стих О чем апостол Петр так говорит? Для того и мертвым было благовествуемо. 1 Петра 4 глава 6 стих Но вот слышим победный клич апостола Павла. Поглощена смерть победою. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? 1 Карифенов 15 глава 54-55 стих О тайновидец Иоанн видит Христа, имеющего ключи ада и смерти. Откровение 1 глава 18 стих Так ад оказался плененным. Ныне праведное во Христе Наследует по обетованию жизнь в раю. Ты сегодня же будешь со мной в раю, сказал Христос разбойнику на кресте. Луки 23, 43 стих Для людей же нечестивых за смертью следует ад. Откровение 6 глава 8 стих Однако сейчас и в раю еще блаженство несовершенное, как говорит апостол Павел. И там еще не достигли совершенства. И время 11 глава 40 стих И в аду мучения не окончательны, ибо взятый в плен ад Эфесянам 4 глава 8 стих будет еще ввержен в озеро огненное, Гиену. Так от рая надо отличать новое небо и новую землю, вечное блаженство. От ада, где ныне некогда страшное ожидание суда, надо отличать ярость огня, Гиену, куда ад будет ввержен. Откровение 20 глава 14 стих И вот видит Иоанн смерть и ад, за ней следующие. И дана ему власть на четвертую часть земли, то есть погибнет четвертая часть людей. Если по нашему времени, то получается как раз 1 миллиард. Умершлять мечом великие войны и голодом, и мором, и зверями земными, вся эта убийственная сила обратится на людей, то будет великая кара Божия. Так описано в скрытии первых печатей. Они схожи между собой тем, что каждый раз одно животное призывает святого Иоанна подойти и посмотреть. Вид животного соответствует тому, что является перед глазами апостола. Каждый раз выходят всадники на конях разных цветов белый, рыжий, черный, бледный. Откровение 6 глава 9 стих И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Толкование Пред нами мученики. Их души Иоанн видят под жертвенником. Так здесь называется место нынешнего пребывания душ убиенных мучеников. Место пребывания праведных до Христа называлось Лона Авраамова. Луки 16 глава 12 стих. Авраам отец верующих. Римлянам 4 глава 11 стих. И чадами его были праведники ветхозаветные. Иван Глятия на 8 глава 13 стих. В Лоне его они успокаивались. Оно было местом упокоения праведных в аду. Теперь пришел Христос. Его жертва изменила мир. Он умер на кресте и крест становится всемирным жертвенником, на котором совершил Божественную Литургию Небесный Архиерей по чину Мелсиседека. Христос принял плен. Вывел души праведных из ада и упокоил их у подножия креста. Этого великого жертвенника. Как илах христиан упокаивается под деревянным крестом, так и души их в раю упокоиваются под жертвенником, под крестом Христовым. Здесь собственно речь о мучениках, которые подобно апостолу Павлу садились жертвою. Филиппийцам 2 глава 17 стих. и теперь находятся под жертвенником небесным. Перед нами начинает раскрываться картина Б. Смотрите приложение 2. Картина небесного жертвенника и храма, который будет постепенно сливаться с картиной А картиной престола. Это собственно одна картина, постепенно открывающаяся святому тайнозрителю Яну. Можно даже представить, что Ян все это видит по образу Ветхозаветной Скинии. Тогда престол с сидящим на нем представляется на месте святого святых. А этот жертвенник, который теперь показан апостолу Яну, жертвенник всесожжения, Левит 4 глава 7 стих и Левит 5 глава 9 стих, стоящий на дворе народа для принесения на нем жертв. Внизу этого жертвенника как жертву уже принесенной и сожженной находились в душе умерших людей, убиенных за слово Божие, которое проповедовали и которого придерживали жизни. Из-за свидетельства мученик по-гречески свидетель, из-за то, что свидетельствовали до конца, из-за то, что подтвердили искренность своей веры смертью. Легко свидетельствовать, когда нет гонений. Помоги Господи свидетельствовать и тогда, когда это надо запечатлевать мученичеством. Откровение 6 глава 10 стих и возопили они громким голосом, говоря, да коли владыка святые истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Толкование. Может возникнуть вопрос, а как же любовь к врагам? Да, пока они были на земле, они любили своих врагов, благотворили им и молились за них. Первый христианский мученик архидеакон Стефан побиваемый камнями громко молился о своих убийцах. Господи, невминием греха сего. Деяние 7 глава 60 стих. Но не вечно это благоприятное время, оно сменяется временем суда. Как говорит Виктор Гюго, человек свободен здесь, но ответственен там. Незлобная мстительность, а святая справедливость взывает о воздаянии. Говорит кровь Авелева. Евреям 12 глава 24 стих. Взывает к небу о правосудии. Да коли придет на вас скобок гонителей, вся кровь праведная, пролита на земле от крови Авелева праведного. Матфея 23 глава 35 стих. В возгласе убиенных мучеников слышится и некоторое недоумение. и мольба о праведном суде, о славе божественного правосудия. Да коли владыка святый и истинный, не воцарится святость и истина. Таков закон справедливости. Неправедность отрицается, неправедный осуждается. Откровение 6 глава 11 стих. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число толкования. Но не настало еще время, а убиенным даны были каждому из них одежды белые. мученики, мученики, облачающие чаются в белой одежде чистоты и невинности, светлость добродетели в славу того мира. Мы уже не раз видели, что эта белая одежда, эта риза, не тление, обретается в водах святого крещения. А если человек обратился ко Христу где-нибудь в тюрьме и не имел возможности принять крещение, и его за исповедание веры ведут на казнь, какое он может иметь упование? Церковь всегда веровала, что таковым их мученичество вменяется в крещение их кровь в воду, омывающая грех. Сам Господь о своей крестной смерти говорит, я буду креститься крещением, а ученикам своим он предвещает, и крещение, которое я крещусь в скобках мученичеством, будете креститься. Матфея 20 глава 22-23 стих. И вот мы видим облаченных белой одеждой крещенных мученичеством, потому столь вожделенно мученичество для христиан, что столь высоко вознаграждается. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, еще не настало время суда и возмездия, и святые души должны еще покоиться некоторое время. В сравнении с вечностью и в пророческом видении это время кажется весьма малым, пока есть сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. первохристианские мученики, которых видят Иоанн, должны успокоиться, ибо не вошло еще полное число мучеников небесной обители. Еще грядут бесконечные вереницы мучеников последующих гонений от римских императоров, от мусульман, от безбожников. Еще грядут множество убиенных великой скорби антихристовой. Еще не до конца пропиталась земля крови праведной. У Бога же в его книге тайн от века предначертано то число убиенных, которое началось с Авеля, потом с христианского первомученика архидеяка на Стефана, и когда-то завершится оно последним мучеником времен антихриста, имени которого мы еще не знаем. Успокойтесь, убиенные за Христа. Еще не все совершили свой подвиг. Когда же исполнится это число, тогда и начнется страшный суд Божий. До нового стиха дочитаю и все. Все дочитал. Ну все. Я думаю как раз. Почти. Как всегда я показываю наше сокровище. Новый Завет Трехтумник. Вот покажи его приблизь. Душевники возьми все это. Потому что люди не знают Писания. читая и не понимают Писания. И поэтому все отсутствуют заблуждения. Заблуждайтесь не зная Писания. И не силы Божьи. Бог силен из ничего из камней сотворить детей Аврааму. Вот. Новый Завет 3 тома по 752 странице. Новый Завет Столкования. Это наше издание. В нем 230 раскрашенных нами иллюстраций Юстава Доре. Это лучший иллюстратор. Вот они в полный лист. Тут отсвечивает плохо. Вот. И кроме того у нас большое сокровище на сайте. Сайт у нас есть. Это Во свете Библии. Вот он. Православный библейский сайт. Во свете Библии. Самое ценное это 4124 ответа по темам. Темы. 55 тем. Папок. Отдельно звук и видео. Это 50 примерно книг насчитанных моим голосом. Это 12 томов Златоуса, 12 томов Жития Святых, Библия, Архипела Агулах и так далее. А внизу написано православный форум Игнатия Лапкина. Вот прям рядом видно стрелка. Если его нажать сразу открывается православный форум. Вот он православный форум Игнатия Лапкина. Там 1447. А это Mail.ru моя страничка более тысячи роликов здесь. Действительно тут есть что более около четырех тысяч фотографий. И открыт православный видеоканал открытый боком во свете Библии. Проще зарядить Игнатий Лапкин форум или Игнатий Лапкин сайт или канал. А вот здесь выставляется новое материало. Последняя беседа в храме в городе Тбилиси. В 13 году наша благовестническая миссия там была о лидерстве и необходимых для этого качествах. Это я рассказываю здесь для того чтобы быть лидером американцы это после войны сделали исследование нужно что это первое воображение знание умение решительность беспощадность и привлекательность привлекательность вот привлекательность шестое качество вот я объясняю что это такое и вот сегодня ночью там администрация поставила проповедь в храме в Грузии в Тбилиси в храме там служит священник отец Наум Борщуков мой крестник еврей о нем я уже говорил в прошлый раз вот вот сегодня на наш форум пришли я им отвечаю здесь специальная есть такая тема что отвечаю и зашел Леонид Радченко основатель православной группы вот пишет здравствуйте Игнати мы пока близко не знакомы надеюсь что если даст Бог наши интересы жизненные цели пересекутся у нас с вами есть общие друзья с которыми мы развиваем православный проект наша главная цель это распространение видеороликов толкования евангелия подготовленных с помощью интернет портала предания я работаю по благословению духовного отца архимандрита трое соседа Лаврентия своего наставника протеерея устюжанин отца Андрея его можете увидеть священнослуживайте буду очень рад видеть вас в числе своих друзей как единомышленника с уважением Надежина сотрудничает основатель интернет проекта слово о Христе ну в общем прекрасно вот я прочитал мне все понравилось в словах но он надеется что мы будем а я хожу в числе его друзей он меня просто не знает у меня в друзьях остаются только те которые имеют в руках Святую Библию и слушают что там написано но не могу я пойти на компромисс что продать душу ради хорошего отношения ко мне Лаврентия или Радченко или кого-то Леонида главное это наше желание согласия быть Вадимом и Духом Святым первое это рождение свыше об этом речь идем толкование я как раз этим и занимаюсь вот оно полное толкование вместе с откровением это впервые за 2000 лет вышел такой труд что блаженав и филак всегда доходил до откровения и останавливался а это теперь с откровением вместе по всем святым отцам составленное магистром богословия отцом Геннадием Фастом он служит в московской патриархии в Абакане в Хакасии вот будем ли мы друзья или нет и вдруг ночью нахожу вчера сидел так интересно одна душа жалуется на свою мать что она приняла полное крещение в Потеряевке Валентина Стартисон Зоннеберг в город я даже понятия не имел что такое есть это у нас живой журнал во свете Библии вот и вот отец оказывается она знает отца Олега Стеняева и вот здесь вот я уже перекопировал сейчас полностью вот Олег Стеняев что говорит она ему все рассказывает я хочу сказать что Андрей Кураев приезжал к нам в Барнаул и у него все мои книги несколько книг он приобрел это 38 книг Астаны я подарил ему через одного священника вот а отец Глеб приезжал в Потеряевку мы с ним ехали в поезде потом в Москве его больницы посещал вот о Кураеве ну я знаю больше хотя лично встречались только один раз вот и у его у Кураева там вообще такие мнения обо мне я там самый знаменитый проповедник миссионер даже могу сейчас открыть показать ну-ка погуляй а вот ему сегодня три месяца исполняется ну завтра исполняется двадцатого смотри какой герой три месяца он уже настоящий кот мышей ловит во всю вот вот он пишет здесь здесь Андрей Кураев вот вот сейчас ничего маленько задержусь Мир вам, дорогой Игнатий. Очень приятно для верующих. Узнал о вас и вашей общине от отца Андрея Кураева, который называл вас самым выдающимся проповедником России. Он вообще высокого мнения о вас. Как много открывает Господь наш Иисус Христос через ваши проповеди. В последнее время в семье большинство моих фраз начинается со слов «Лапкин в проповеди сказали». Лапкин пишет «Хочется встретиться с вами лично, услышать златоустые проповеди, живьем. Но вы заняты, пока не позволяя. Скажите, как можно посетить вашу общину, на каких условиях? Я преподаю философские дисциплины в университете, в том числе религиоведение, историю религии. Очень помогают ваши лекции и книги в работе, в полемике с сектантами». «Игнатий Тихонович, как и где можно приобрести весь комплект ваших книг открытым оком? Пересылка, Аказия, какова стоимость книг? Спаси Христос, Игнатий Тихонович, с молитвами о вас, Юрий Соболев». Я зарядил у себя в этих книгах, это открытым оком, 30 томов. Где-то 26 раз я упоминаю об Андрею Кураеву. Но я потом более точные данные сейчас подготовлю об этом сказать. И об отце Олеге я всегда отзывался, что из всех, кто ведет работу с сектантами, я сам миссионер, 50 лет, правильнее всех, правильнее, не означает, что во всем правильно. Он беседует, потому что он приводит места из Библии. А все сектанты, какие бы ни были протестанты, а они любят Библию. Это главное в беседе с ними, самому верить и знать Священное Писание, верить и жить по нему. И вдруг он ей отвечает, «Татьяна, община Лапкина, к сожалению, находится в расколе». Это говорит 27 июля. 27 июля мы только что вернулись из большой поездки, прошли 15 государств. Находится в расколе. Понимаете, это пишет отец Олег Стеняев. Это в интернете я взял. А впереди, который ему пишет, жалуется, вот, помогите, там, Татьяна, это в Германии она. Тут все правильно она пишет, как есть. Как она понимает, какая вера у нее. И он находится в расколе. Так, а какие данные у него, что мы находимся в расколе? Вопрос, что он понимает под расколом? Наши люди молятся в храмах Московской Патриархии. К нам в Потеряевку приезжает Дмитриев, вот сейчас он в Ельце Липецкой области, направлен туда, Дмитриев Максим, епископ. Он перед отъездом приезжает, привозят с собой священников, секретаря, семинаристов. И все это выставлено здесь. Это выставлено еще в мае. Да он, отец Олег, это знает. Значит, он молится с раскольниками. Правила запрещают это, каноны. То, что раскольник или еретик, им никогда не доказать. Потому что чего нет, как он докажет. Ну а то, что они-то в себе знают, что я раскольник, и мы раскольники, и они приезжают сюда, местная барнаульская епархия, молятся с нами, специально приезжают за 150 километров в непогоду, то позвольте, есть канонические правила, вы все находитесь на отлучении. В одном месте называют раскольник, в другом месте еретик. Ну а теперь доказать, что еретик, ни один человек даже на миллиметр не приблизится к разъяснению этого. Как еретик? В чем? Исповедую церковь, исповедую Христа, считаю символ веры. В моем доме много пришлось сектантов, которые стали православными, при том батюшками. Тот же отец Геннадий Фаст, который об этом везде говорит, подчеркивает. Я могу перечислять. Вот я показываю в Грузии, отец Наум, он служит в храме. Это мой крестник, в моем доме он пришел, еврей. Значит, теперь новый сейчас епископ здесь Сергий Иванников, он тоже уже два раза приезжал. И тоже тут же молится. Вот у нас было 16 сентября вот этого года, 2013-го, у нас престольный праздник священномученика Анфима Никомедийского. Четыре священника по благословению нового архиерея, и они у нас служат вместе, возглашают имя патриарха Кирилла и прочее. И мы в расколе. Позвольте. С какой целью теперь? Отец Олег, если это слышит и услышит это, он, ну, если у него в душе есть какое-то место для совести, то это место должно у него расшириться. Доказательства нужны. А такое облыжное обвинение, налететь в шапку, говорит, стоит сбить, это просто. Повторяю, что если на отца Андрея, когда вопросы какие-то были, и я говорю, то об отце Андрея я упоминаю 26 раз, а об отце Олеге Синяеву, кажется, даже не разу, а может один раз. И только в положительном. Только в положительном. Значит, что он имеет? Мне рано это говорить. Трудно поверить, что он мне столько лет мог в сердце держать обиду. Когда он одну концепцию высказывал мне, он, видимо, ей утешался, она досталась ему непросто, видно, что он над ней работал. И когда мы ехали в Барнаул, это 2,5-3 часа ехать в поездом-то, ну, я в течение полчаса полностью ее разбил, и он согласился, а как же я этого не видел-то? То есть мифологически, мифологически, мифологизма так называемый он строит-то. Да, ему дано это. Мы как-то стояли на перроне, когда он у нас был, разъезд подстепный. Ну, и тамошние подошли мужики-то. О, а откуда этот приехал мужик? Подошел к нему и вот так вот рукой по пузу ему побил. И, о, ты не их круга-то, не их роду племени. Как Божья Матерь сказала одному святому, нашего рода племени-то. Ну, он благодушный, он не обижался на это. Вот. И далее он говорит, вот, говорит дальше. Проблема этого удивительно успешного миссионера, то есть он это не отрицает, удивительно успешный миссионер. Ну, с этой кличкой, я раскольник, заключается в том, что он нарушает главное правило миссионера. И какое же это главное правило, я когда не прочитал? Дальше я не считаю. Кто-то сказал, вот, отец Олег знает, что вы удивительно успешный миссионер. Он это знает. Сколько людей пришло адвентисты, там, баптисты, там, пятидесятники. Он это знает. Я вижу, как он ездит в миссионерство, и говорю, самое правильное у отца Олега подход к сектантам. Самое правильное. Я почти все знаю, что он где говорит. Это не дворкинский подход. И вдруг главное правило миссионера. Этот вопрос нашел на меня. А что именно главное правило? Главное правило, чтобы ты был рожден свыше. И второе, чтобы ты был Вадим и Духом Святым. Слышал голос Божий. Слышал нефизическими ушами. Все. Ты знал Библию, любил ее. И знал православное учение. Православное учение – это толкование святых отцов. Все каноны, книга правил, соборов поместных вселенских учителей церкви – это знания житий святых, полных, а я их издавал, начитывал, не менее 10 раз прошел по 12 томов. И труды святых отцов – это 300 томов фолиантов, чтобы он знал. Патрология мини. Это главное, главное, что нужно миссионеру православному. Сектантскому ничего не надо. Он книга песней взял, сборник духовных песен, Библия в руки, укороченная Библия, 66 книг и пошел. С сектантами легко разговаривать, когда они любят Библию. Но главное правило какое, я считаю, уметь расставаться с людьми, которых он привел к Богу. Это что, наработка миссионера? Да какой же ты по себе там миссионер? Расставаться с людьми. А да что, что же за этим кроется-то? Я не выхватываю фразы, а по порядку, как в интернете есть, я вчера скопировал. Я стараюсь не считать дальше и размышляю сразу. Интересно. Мысль-то падала. Уметь расставаться. Которых он привел к Богу – это само собой. А теперь люди уходят, или там какая-то причина, разошлись, умение расставаться. Нигде в Библии об этом нет ни одного слова. Откуда он это берет? У святых отцов ни у кого нету, в канонах нету, в житиях святых нету. Откуда он это берет? От какого чрева? Или толстая чрева не рождает тонкие мысли? Ну, явно, что это вот это, что он говорит. Ну, не относится к главному-то. Так, что это? Уметь. Что? Уметь расставаться с людьми, которых привел. Он явно перепутал такие разные служения, как миссионерство и духовничество. Это я перепутал. Ну, что такое миссионерство? Я вижу, он знает. Это свидетельство, доказательство привести. А духовничество – это, значит, наставничество. То есть я привел, отгонул его, иди куда хочешь. Я перепутал. Апостол Павел миссионер или нет? Был миссионер. А его духовничество в 14-ти посланиях просто огородит ахинею здесь уже. Не просто так говорит. Или это, по пьянке, как он в Чечне был, для храбрости спирту хлебнул. Сегодня это уже в афоризм вошло. Его пропустили. Когда он задал вопрос, почему священников расстреливают, они говорят, да потому что как габешники были. Они. Им отвечают. А его, говорят, вот смотри, какая красная морда, наглый поп и пьяный. Вот это настоящий поп. И он это показывает. Вот видишь, как я чем спасся. У меня знакомый есть один, православный-то, и пьет. Пьет и валяется там где-то, перед сельсоветом-то может валяться. Я ему говорю, ну ты же в церковь ходишь. Причащаешься. Зачем ты так делаешь-то? А я хочу доказать, что я не сектант. Я не баптист. Меня баптистом обозвали. А почему? Баптисты не пьют, а я вот показываю, что я пью. Вообще-то мощно. У меня один преподаватель встретился, который ненавидит власть. Ненавидит просто. Я говорю, и как ты эту власть вразумляешь? А никак. Я пью и работать не буду. Надо, чтобы все не работали, как Джавахар Лалнеру там делал. Ну вот таким. Не ходить, бойкотировать. Никто корабли не грузит. И римская, индийская компания лопнула. И в Великобритании осталось ни с чем. Вообще-то здорово так как. Ничего не надо. Одна бутылка. Заменила Библию, жизнь, совесть. Все. И вот он здесь. Я перепутал. Перепутал миссионерство, духовничество. А кто же их разделял? Если кто имеет возможность на отца Олега выйти, я сейчас не имею на него доступа. Вот. В результате возник театр одного актера. Где его... Вот теперь уже театр. Это же я актер. У меня один театр. Вот. Может. Где его никто не может воспринимать критически. Меня никто не может воспринимать критически. Да я не знаю еще, есть ли такой человек, который был бы поносим так, как Григорий Ефимович Распутин. Так вот я примерно так же поносимый. Меня клеймят старобрядцы, православные. Здесь священники на каждом шагу шагу лгут. Лгут беспросветно. Баптисты, пересятники, яговисты, коммунисты, КГБ. Ну, тебя критически не рассматривают. Меня рассматривают. За плечами у меня выврешенные руки. 26 лет преследования психиатрии. Это критически на меня смотрели? Когда меня раздирали лекарствами, надували, как хотели. Шесть тюрем. Меня критически не рассматривают. Фильмы про меня ставят самые позорные, поганые. Пишут в газетах, по радио. Это не критически? Рисуют черта с рогами, с кандалами и пишут вокруг нимб и община Игнатия Лапкина. Я подал в суд, все процессы выиграны. Он под них уже попадает. А театр. Тут один священник увидел, что у нас крестят в полное погружение. Это понятно так нужно. Он сразу пишет. А это все равно, что поклоняться Нептуну. Это уже безумием нельзя назвать. Это полное водительство злобным духом, осмодеем. Крещение в полное погружение. Значит, Евнух крестился, это там Нептун его крестил. То есть, тут отвечать ничего нельзя уже. Критически, что совершенно необходимо. Так как через него люди уверовали в Бога. Подобная ситуация у отца Георгия Кочеткова. Он как? А почему? Потому что где об отце Георгии Кочеткова выступает Дмитрий Смирнов, говорят. И у меня на форуме есть. Я отца Георгия Кочеткова тоже лично знаю. Потрудитесь так, как он трудится. Знайте столько, сколько он знает. Его люди приезжали ко мне. Я не согласен. Там бывает в брюках, там, крашеные сережками. Приехали они специально, привели себя в порядок, чтобы войти к нам в общину. У нас снимки сохранились. Ну и что? Я его знаю. И знаю не один год. Значит, он им не нравится. Они его давят. А надо присмотреться. Я очень многое беру у баптистов, у писятников, у адвентистов. Привожу в пример. Привожу в пример. У мусульман многое беру. Поучиться надо. Здесь ничего этого нет. Вот. Олег Синяев потом дальше говорит. Все претензии, которые они высказывают по отношению приходов русской православной церкви, московской патриархии. Можно высказать по отношению к русской церкви любого периода и истории, не только русской истории. Несовершенство удел человека, совершенство удел Бога. Сказом услышали это ученики, его весьма изумились и сказали, так, кто же может спастись? А Иисус, возрев, сказал им. Человекам это невозможно, а Богу все возможно. Матфея 19, 25, 26. Это чисто в патриархийном стиле отвечено. По отношению к русской церкви. Да как? Вот здесь как раз и не терпят ничего критического. Да по отношению к патриархии-то не я вам говорю. Вам Александр Невзоров выдал по полной катушке. А то, что он какие претензии имеет к церкви-то, на 90% правду говорит. Я это все высказываю. 30 роликов у меня, где я разбираю высказывания Невзорова. Прислушайтесь, пока он живой. А он озлоблен. Вот как раз враги нам лучшие друзья. Не тот друг, кто медом мажет, а кто правду в глаза скажет. А здесь друг друга хвалят, и все. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Господь сказал, славу от единородного не ищите от единого Бога, а друг от друга принимаете. И вот это вот захваленность. У меня этого абсолютно нет. Меня нигде не хвалят. И в общине, и батюшка наш тоже попадает под этот пресс. Я был за рубежом, в зарубежной церкви, там в синоде где. Я им тоже там выдавал. Митрополитом Иларионом сидел вместе, помогал ему разворочить обвинение, которое на него. Он был прав, и я поэтому на память знаю 719 правил Вселенских соборов. Я ему сразу все разрулил, там, прям в синоде. Он меня не хотел от себя даже отпускать. Сиди здесь и следующего посетителя помоги его разобрать. Они на него наваливают, а он прав был. И он сразу это понял. Ну, хорошо. Есть у Максима Горького, когда дед его порол, а он на другого хотел показать, Алешка, то он говорит, донос неоправдание. Ну что, всегда, во все века было, ну к этому и пришли. Такого крушения, как в Российской империи, не было в мировой истории с православным государством. И царь, и царевна, и княжны все под нож пошли. Кто это сделал? Все монастыри, колокола, священников. Кто? Эта церковь довела до этого. Не учили народ, не учили. Возникновение сект это не учат. А миссионерам теперь надо в обратный поток. А обратный поток, единственное, как сектанты говорят, только в Барнауле наступил. Мне везде давали, я с кафедры у сектантов выступал. Запретили категорически. Почему? Они говорят, начался отток в обратном направлении. Ведь 85% сектантов, это бывшее православное-то. Вот теперь он сказал, и что? Да ничего нет. Он ее эту душу вразумил. А она-то ему сколько сказала, что они Бога не знают, дети не веруют. Она не знает правильно. Она убедилась, что с тремя погружениями надо крестить. Но перекрещивать тех, кто уже крещен, нельзя. Да они не крещены. Лоб помочили неверующим. В храм не ходил. Ни святые, никто не признавал это за крещение. Как можно быть крещением, когда нету? Кто будет веровать и креститься? Креститься, погружаться. У него ни веры, ни крещения нет. Как печать антихристового поставили ему. Больше нельзя, нельзя. Надо креститься. Купели, построили. Но успели запятнать их вот этим моклой ложкой. Хлопло, как мозги вышиб ему. И стоят на этой некрещеной Русь. Ну, священник совершает таинственное причастие. Ну и вдруг узнали, что там диакон выпил все. Оказается, он налил туда морсу. Разбавил его маленько спиртом, чтобы запах был. Ну а потом стало известно, было причастие или не было. Не было. Виноградной вина не было. А то любой скажет, почему тут ты считаешь, что так? Мы венчаем. Кого вы венчаете? Венцы держите над головами. Венчания-то нету. Слово венчания, значит, венец на голову надеть. Все таинства извратили. Вот от этой беспечности вот такая вот тут роба теперь у батюшек есть. А для того, чтобы стать толстым, достаточно иметь четыре качества. Первое – обжорство, невоздержание. Второе – лень, матушка. Лень. Лишние калории, не знают, куда девать, поэтому откладывают. Глаза, говорят, выкатились от жира. Без страха уточняют себя. Третье качество – абсолютно точное для разжирения. Спать много. Спать. Арсений Великий говорит, по-нахуй, достаточно один час. В моей жизни два с половиной часа сутки спать. Я довел до этого. Пусть он два с половиной часа поспит. И четвертое – безразличие. Вот это вот безразличие. Моя хата с края, ничего не знаю. Ну, это везде так было. Почему так не рассуждать на дорогах, когда авария? Ну, я сбил, скорость превысила. Ну, там же в другом месте тоже. Почему перед ДСП там везде? Почему вы это не приводите нигде? А разве это оправдание, что там где-то? Тем, если ты знал где-то, и они наказаны, если не покаетесь, все так же погибнете. Златоуз говорит, тем больше из тебя будет взыскание. До тебя уже были тех, которые били, как мальчика для битья. Вот как. Это я только из интернета сегодня ночью вот это выловил. От отца Олега, ну, просто я не ожидал этого, что такое у него мнение. То есть, вот, пожалуйста, авантюристический подход к жизни, к перерукоположениям, в конце концов, отнимает все, что у него было. Вот. Он, может быть, был бы и не таким. Но московская патриархия пожирает все. И когда меня спрашивают, ну, а что такое московская патриархия-то? Объясните. Ну, основанная Сталином Берем в сентябре 43-го года. Такая организация, как 5-й отдел КГБ, называет ее Глеб Якунин. Одним словом, ложь. Я говорю не о верующих. Ну, а двумя словами, всегдашняя ложь. А тремя. Тотальная всегдашняя ложь. Вот здесь у него ни одного слова нет. Если мы сейчас будем судиться перед мирским судом, ну, я ничего, кроме мычани неопределенного, или не вышел, потому что пьян. Больше ничего я не могу сказать. Ничего это не поможет. Быть миссионером, это надо быть абсолютно безукоризненным. Лично вот я, ну, по-другому никогда и не мыслил, что мы должны, ну, быть не хуже тех, с кем беседуем. Мусульман – самое главное положительное намаз пятикратно в день. Считаем 118-й Псалом, 164-й стих. Семикратно в день. Если ваша праведность не превысит праведности книжников-парисеев, не войдете. Вот возьмите это за правило. Молитесь это, ну, не менее семи минут. Вот у меня это правило один раз. Это три святоя и сто поклонов. Опять проходит сейчас три святоя и сто поклонов со своими молитвами, с воздеянием рук перед Богом. И не менее семи раз в день. Ну, попробуй, проживи одну неделю, и чтобы нигде пропуска не было. Ты увидишь, ничего не получится у тебя. У тебя дела. Ты будешь бегать. А мы в дороге едем. Вот за два года, пять месяцев мы были в пути, прошли 80 тысяч километров. 370 городов и сел. И мы нигде не пропускали молитву. Нигде. Если пост не разрешает растительное масло, мы даже в дороге этого не нарушали. Почему? Я знаю это, у нас посты не евангельские, но я православный. Как говорится, без дураков. Все православное, что есть, я это принял. Мощи должны быть захоронены, но у нас они есть. Ну, есть и есть. Я выражаю мысль свою. У нас на квасном хлебе совершается литургия. Но правильно, на опресноках католики правее нас. Так вы что, ничего не отрицаю, я высказываю мнение. Христос совершал на опресноках. Вечеря была. А если бы не на опресноках, его бы убили. Просто убили. Да будет предан смерти. Вот это раболепство, батюшка благослови, батюшка благослови. Это раболепие наслаждает московской патриархии. А нет, я отлучаю от причастия. Самая страшная игра в алтарях идет. Не компьютерные игры. Компьютерные игры, маленько не так. Я отлучаю от причастия. Это и старобрядцы так. Будете молиться с ней коньянами. Отлучаю от причастия. И ты сдохнешь под забором. Да нигде нет этого, что если поп по самодурству меня не причащает, и я погибну. Нет этого нигде. Незаконное отлучение, обвинение, считайте второзаконие, 19 правила, глава 19 стих, падает на отлучающего. Они ничего не понимают и не знают. Спят, дрыхнут. У нас подъем считать 4.40. Кто бы ни был. Полная молитва, утреннее правило с поклонами. Чтение псалтыри на русском языке ежедневно, несмотря ни на что. Вот и все. И встаем в одно время, никаких выходных у нас нет. Ты приди к нам, и мы тогда сравним. Я говорю мусульманам, они говорят, а вы свинину едите. Свинину? Я мясо не ем более 30 лет. Но вот у нас алкоголь считается кровь шайтана, то есть чертова кровь. А вы пьете ни грамма алкоголя, я уже может лет 40 в рот не беру. Я за сухой закон. Но я не могу говорить, что по уставу положено вино и грех. Почему? Я православный. Но говорю, лучше не пить, не будет соблазна. Вот это то, чем я живу. Вот он обличает перед народом. Не вышел на меня, ничего не спросил. Вот уж муж стал играть в компьютерные игры. Мальчишки тоже серьезные. Она ему пишет. Душа не знает Бога совершенно. И он ее повел еще дальше, оттолкнул во тьму сплошную. Иоанн Златоуст говорит, что если одна душа погибнет по твоей небрежности, небрежности, неумышленно, неумышленно, то всей жизни не хватит рассчитаться, о священник-то. А их миллионы гибнут по вине попов. Миллионы. Это лютые волки, нещадящие стадо, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Батюшка, благослови, положи на ручку, позолоти ручку. Как цыгане. И все, батюшка, батюшка, на каждом шагу. А Кирилл Усалимский говорит, если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Ни один поп сегодня не скажет это. Почему? Во-первых, сам Библию не знает, других не научил. Я говорю каждый день это. Почему? Потому что у нас до крещения человек проходит катехизацию. 500 академических часов. Часов! Проходим весь Новый Завет. Противосектантские материалы. Это 3-5 лет, согласно канонам. Да у него нигде не было, и сам он не проходил это. А так, кормушка. Приехал сюда, когда ко мне, он авантюрный очень мужик-то. И там он где был, Каинский, то храм там у него был какой-то, я там не был у него. А хотите, мы давайте отобьем собор Покровский. Там Войтович был, отец Николай. За него КГБ все. Как? Как отобьем? А зачем он нужен? Ну, тогда будете служить так. То есть у него навыки. Есть техника, как отбивать, отбирать храмы для зарубежной церкви. Я говорю, ты в уме, отец Глеб. Чего же это ради я буду? Моего там ничего нету. Ну, давай. То есть подбивает к этому. Может быть, провокатор он такой. Ну, я его осадил здесь. Мы ходим в храм от этого и молимся. Куда его отбивать? Ну, а если бы вам отдали? Отдали, я бы запер его сразу. Запер. И может, в течение месяца ни разу бы замок не снял. Пусть паутина и затянется. Но во дворе учить день и ночь людей. И тогда, кто будет каяться, обращаться, тогда дверь открыть на цепь. И по одному, чтобы можно было запускать. Это времена императора Деки 249-251 год. Кинулись христиане на мирскую жизнь. И вдруг император ударил. Только пыль пошла. Церковь уменьшилась, может, в десятки раз. Но уже через три года церковь полностью обновилась и стала больше, чем раньше. А он был убит. Вот эта ситуация и в церкви, когда мы начинаем с нуля. Храм Христа Спасителя. Он осквернен этими плесуньями. Его надо было запереть на три месяца. Я на все вопросы уже отвечал. И молиться день и ночь перед храмом, чтобы патриарх стоял мог на дожде. Сердца всего народа были обращены туда. Ни один бы не вякнул, что поступаем неправильно. Я болюсь. И не взором стоял бы, может, с вами. Но у вас другие учителя. Кто-то сбоку нашептывает. Посадить их надо. Преследовать надо. Роковые ошибки делают и сегодня. Не нужен он вообще, храм Христа Спасителя был. Но раз построили, сохраните его. Все там представления, валенки, валенки, выбросьте. Забудьте. Пока довольны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok